Ладно, во имя Отца и Сына из Святого Духа. Значит, мы, христиане православные, доносим благую весть, рассказываем о Христе, о жизни правильной в Боге. Что нам надо в этой жизни, самое главное, сделать? Вот сразу такой вопрос, все меня задают, что, ну я уже подсказывал, конечно, что мы в этой жизни должны сделать самое главное? Готовиться к закропной жизни. И готовиться к вечной жизни. Это правильно. Это правильный ответ, потому что здесь мы еще раз уже говорил, что мы здесь пришельцы и странники. Мы пришли приготовить себя к вечности, дорогие, к вечности. Но человек, к сожалению большому, этого не хотел делать. Он хочет пожить здесь, насладиться всеми прелестями жизни здесь. Во многом он разочарованный. Потому что эти иллюзии не совпадают с ее реальной жизнью. Вот в руках у меня священное писание. Слово Божие, Библия. Апостол Павел Евреев говорит в 4, 12. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. Вот это Слово разбудит совесть человеческую. Его поступки, его слова, его дела. Все он в этом Слове найдет. Любой ответ, который Господь нам в жизни будет посылать. Почему? Потому что в руках я держу самого Господа Иисуса Христа, Сына Божий. Это Евангелие Таяна, 1 глава, 1 стих. Говорит, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот это Христос. И вот это Слово будет нас всех, дорогие с вами, в конце жизни, на страшном суде, будет нас судить. Откуда мы это знаем? Это тоже Евангелие от Иоанна, 12, 46-48. Священное Писание такое говорит нам. Я свет Христов, говорит, пришел в мир. Кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судить Слово. Которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот это священное Слово всех нас будет судить. Христос. Мы будем давать отчет по нашим делам, словам, поступкам. По соблюдению заповедей. И всегда традиционный вопрос я задаю людям, которые приходят послушать. Дорогие, кто взял с собой... Может, вам туда еще присядете, там немножко как-нибудь... Или вот Юля, вот тут еще, тут маленько тоже. Кто взял с собой на отдых две недельки здесь, вам поправляет здоровьем? Священное Писание, Слово Божие. Молитва, это Евангелие. Молитва, это другое. А вот или Евангелие, или Библию, или вот Новый Завет. Мало кто. Видите? Теперь спросим другое у вас традиционное, которое я всегда задаю. Завтрак у вас был сегодня? Конечно. Кто не пошел на завтрак? Сухой лоб. Не ходили? Двое. Проспали? Да. И на обед, наверное, тоже не пойдут спать будут. Пойду. Пойдут уже? Я к чему это говорю? Чтобы вы понимали, о чем мы и к чему приоритет мы подводим. Есть у нас бессмертная душа внутри нас. Бессмертная душа. И есть у нас бренное тело, которое пришло, и с земли ты, говорит, взятый, в землю возвратишься. То есть пройдет какой-то отрезок времени, и мы снова вернемся туда, из чего взятый. Правильно? Вот об этом теле мы сильно пекемся, заботимся, и жалеем, и лелеем его. Всегда греем и питаем. А вот о душе мы ее оставляем голодную. То есть если мы ее не подпитываем Словом Божьим, то душа у нас остается действительно голодной. Теперь поднимите, пожалуйста, кто передо мной, христиане православные. С кем разговаривают? С всем. Не может быть всем. Надо быть и не всем. Почему? Потому что могут приходить и разные конфессии. Ничего страшного. Ну и хорошо. Вот передо мной все христиане православные, крещеные. Теперь вы еще больше узнаете, услышите, за что мы будем отвечать перед Богом. Христос, Евангелие от Иоанна 14-15, говорит такие замечательные слова. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Сколько заповедей Господь острая Слоя? Десять. Десять. Хорошо. Теперь Христос, когда пришел на землю, Он нам оставил еще девять заповедей блаженств. Их помните? Нет. А на литургии, кто бывает на литургии, да? Знаете это? На божественной литургии мы эти девять заповедей блаженств всегда читаются. На каждой литургии. Помните? Вот эти заповеди, веткозаветные, и новозаветные заповеди мы должны с вами всегда применять в жизни своей. По ним жить. По ним жить. В них жить. Понимаете? И тогда у нас будет меняться наше с вами сердце. Если же эти заповеди в нас не живут, то в нашем сердце просто не хватает элементарной любви. Любви к Богу, к ближнему. Вот такой вопрос. Приходя к Богу и прося Его, неважно, можно в храме Божьем, а может дома. Давайте спросим, что мы будем спросить у Господа? Вот сюда можно. Сохрани. Что мы можем? Спаси и сохрани, здоровье просим. Еще может что-то просят? Прощение. Прощение тоже просим, это тоже хорошо. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих нас учит. Говорит Христос, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и остальное все приложится вам. А теперь я немножко вас подправляю, и вы соглашаетесь или не соглашаетесь с делом ваше. Мы должны у Бога просить веры. Веры непростой. Веры и Евангелие. В Евангелие это благая вещь, что на землю пришел Христос. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стиха. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Вот понимаете, что делает для нас Бог, чтобы род человеческий не погиб, но и спас свою душу. И веру мы должны у Бога просить каждый день. Потому что совершенно вера изгоняет страх. А у нас с вами страха еще достаточно в сердце, правильно? Беспокойство, расстройство. Все у нас есть еще в нашем сердце. Потом мы должны у Бога просить жертвенной Его любви, которую Он показал при земной своей жизни. Любовь мы должны выпрашивать у Бога? Почему? Потому что верующие в Иисуса Христа, все идут по Его следам. Кровавым следам, которые приводят куда нас всех? На голгов, на распятие, на страдания, на крест. Согласны? Значит, мы ничего не должны страшиться в нашей жизни, что будет Бог нам посылать в этой жизни какие-то страдания, болезни. Это все нам надо будет перенести, но только с благодарением, с хвалой Господу нашему. Мы должны у Бога выпрашивать смирение и кротости. У нас всех этого не хватает. Белосердия и сострадания. Братолюбие и долготерпение. Вот эти все качества мы должны просить у Бога каждый день. Почему? Потому что если мы в этом будем пребывать, то, конечно, Бог это для спасения, которое полезно, Он, конечно, начнет нам это все нам посылать, давать. А остальное все земное, что необходимо для жизни, это тоже необходимо, Он будет, конечно, как любящий Отец, всегда нам в той мере, которая нам полезна, все нам даст. Вот многим Он дает многие, допустим, средства, много богатства. Он дает и говорит, а как ты сейчас будешь им распоряжаться? Я тебе проверю. И у нас в Монородии есть такая поговорка. Хочешь узнать человека? Дай ему власть или деньги. Долг, деньги. И мы узнаем истинное лицо этого человека. Так оно и есть. А апостол Павел об этом говорит. Корень всех зол – серебролюбие. Серебролюбие. И это мы видим. Золотой телец сейчас главенствует во всем мире. Богатство, богатство, слава. Все. Это господствовать над всеми, всеми владычествовать, всеми обладать. Это все захлестнуло. Все. И наше общество в том числе. Мы туда же оттянемся. Нам тоже жить хочется на широкую ногу. Только дай бы нам волю. Такой случай рассказывал. Я был в больнице. Мы сейчас любим многих осуждать, что они так живут, плохо ведут, воруют много. Нам не делятся. В больнице пришли, я от церкви больных посещаю. И разговариваю с болящими людьми. Бабушка тут. А тут мужчина напротив сидел тоже. Она иногда маме пришел тоже посетить. И он там слушал наш разговор и тоже с нами заговорил о воровстве. Я говорю, мужчина, вы сами заговорили, давайте с вами поговорим. Я говорю, вот вы говорите, все воруют, все воруют. Я говорю, всегда надо начинать с себя. Не вокруг всех видеть, а себя не замечать. А надо начинать всегда с себя. Я ему говорю, вот вы где работаете? Он говорит, я на стройке. Я говорю, хорошо. Строитель, простой, рабочий. Я говорю, ты со стройки подтянул что-нибудь такое мелкое, что возможно? Честно. Скажи, я говорю, не следователь, передо мной не надо отчитываться. По совести. Он говорит, да. Унес. Я говорю, завтра тебя поставь министра, ты понесешь по своим силам. Чем ты отвечаешься от того министра, который сегодня тянет миллионы? Все приложите это к себе. Мы нисколько их не лучше. Вот дай нам власть. Мы завтра такие же будем испорченные, может быть, кто-то. Возможно такое? Да. Все зависит от нас самих. А вот это Слово Божие, которое помогает человеку посмотреть на этот мир со всеми другими глазами, потому что мы будем смотреть в этот мир открытым оком, и у нас эти страсти будут уже угасать в наших сердцах. Нам не надо будет этого, потому что мы знаем, что Христос учит нас, как только богатому войти в Царство Небесное. Значит, если мы не богаты, и у нас нету таких больших доходов, да нам легче с вами будет спасти свою бессмертную душу. Это намного легче и интереснее. Но и мы со своими доходами, и еще мы даже можем оказывать милость ближнему. Такое есть? И надо это, необходимо всем делать. Успевайте, сказано, делать добро. Вот и Христос в Евангелии от Матфея в 11 главе, 28-30 стих, он говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и временем, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя, и научитесь от меня, от Христа, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго моё благо, и дремя моё легко». Вот, надо учиться от Христа. Потому что в Евангелии от Иоанна, 5-39, он говорит, такие нам замечательные слова, что мы должны научаться от этого слова всей нашей жизни. Исследуйте Писания, и вы выдумайте через них иметь жизнь вечную. А они, эти Писания, свидетельствуют обо мне. 5-39. Апостол Павел тоже нас учит. Первое послание Тимофея 4-16. Он говорит, «Вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасёшь, и слушающих тебя». Вот сегодня мы пришли, братья и сёстры, мы доносим облогу весь. Я сам учусь вас, сам учусь, доносить это слово. И вы тоже научаетесь. Это благодать. Это великая милость Господа моего, Который помогает мне это совершить. Без Него бы я это не делал. Я бы к вам и не пришёл. Я бы сидел где-то, пиво-пил. А мне зачем к вам идти, если я его сам не знаю? Понимаете, суть в чём? Это необходимо уже будет верующему человеку это делать и доносить вот эту благую весть. И дальше учение, какие нам слова учат, Он говорит, 1 Петра 2.2. «Как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Кто-то приходит рано к Богу, кто-то приходит в средние годы, кто-то приходит поздно. Приходят к Господу по-разному. И вот все мы должны первое время как молоко питать лёгкой пищей. То есть не надо сразу быть таким умным и всезнающим. Постепенно надо познавать свою веру. Останавливаться на достигнутом никак нам нельзя. Потому что, пример такой, если это вода стоячая, болотистая, она невкусная, она и с запахом неприятным, и негодна ни к чему, так это стоячая вода. А мы с вами должны быть горной рекой, которая стекает с горы, текёт быстро вниз, чисто, светло, холодно. Вот такой мы должны быть верой. Вот так нас должны в этом мире узнавать, что мы другие с вами христиане, православные, спите, которые никуда не идём, никому не доносим, ничто не говорим. А если кто-то к нам подойдёт, спросит что-то о вере, мы сразу фырком до всех выгоняем. Есть такое у нас? Слушать не хотим? Ну нельзя так делать. Где наша любовь? Христос, разве кому кто-то к нему подошёл, он кого-то выгнал? Хоть одного прогнал? Блудницу принесли к нему, подтащили? Ну что, по закону-то ведь надо её и побить камнями. Побить камнями? Кто говорит, первый, без греха, брось на неё камень. И кто бросил? Все ушли. Осталось Христос и эта падшая женщина. И Христос ей сказал, и ты впредь не греши, иди и делай то, что я тебе говорю. Измени свою жизнь. Так же и мы должны с вами менять своё сердце, менять свою жизнь. Господа Бога, святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы вашему пованию дать отчёт с кротостью и благоговением. Это второе, простите, первое, Петра, привыкнуть. То есть любой человек, если Господь нам на нашем пути послал человека какую-то другую конфетку, и он будет спрашивать нам, а вы верите в Бога? И начнёт что-то говорить. А вы должны доказать свою веру. Почему? У нас есть символ веры. Есть христиане православные. 12 пунктов, которые мы, догмат, своей веры говорим. У нас это собор установил. Собор. Что мы, чему верим? Ведь доказать-то это, сказать-то это не трудно, но не надо спорить. Сказали, не послушали и отошли. Спорить никогда не надо. А такой пример. Когда Христос пошёл на гору Фавор, преобразился перед тремя учениками, внизу сколько учеников осталось?